Показание в церкви впервые Вот, это как не только себя, а защищать правду Божию Это классическая история, а люди премия стал Антиох Эпифан Я путешествую по всему миру Уже в этом году я был в Австралии, в Мексике, в Великобритании Во Франции, здесь, в Украине И уже вот сделал столько поездок на сегодняшний момент Что я вам говорю? Я езжу по всему миру Поэтому я могу сказать, что я не согласен со всем тем, что я вижу, когда я приезжаю куда-то И есть служения, в которые я возвращаюсь годами Навещаю их, и я не совсем согласен, что они делают Но это не моя ответственность их менять Моя ответственность любить Делиться тем, что Бог поместил мое сердце И доверять, что Бог будет работать Просто уважать их Быть дружелюбным И что происходит, если люди начинают уважать меня больше и больше? Из-за того, что они видят, что то, что я делился и делюсь, это истина, и они начинают доверять мне больше Тогда я уже могу говорить что-то посложнее в их жизни Но я нигде не хожу и не говорю, так, я в служении уже 40 лет Я проездил 75 стран Я привел к Богу одного из израильтян ортодоксальных, который сейчас начал одну из первых мессианских общин в Израиле Я сделал это, да, это все мои заслуги Я могу много чего говорить Все притихли, я их напугал Видите, что я говорю? Я могу говорить о своих растяжениях Но я понимаю власть Я понимаю пути Божьи Поэтому вам не надо абсолютно со всем соглашаться Это нормально Нормально иметь несогласие Есть некоторые вещи, в которые мы искренне верим Но если вы так искренне в них верите, да, дайте их просто Господу И смиритесь Смиритесь И потом скажите, Господь, есть маленькая вероятность, что я могу быть неправым Потому что я думаю, что все из нас могут ошибаться, когда мы думаем, что мы только правы Но если я прав Время это покажет Не сражайтесь Не сражайтесь с людьми Не живите такую жизнь, отстаивая и доказывая Это просто вообще необязательно делать И тогда у вас будет покой и мир, если вы не будете так делать Больше Я не говорю так же, говорите всегда Да, мэм, да, сэр И будьте абсолютно со всем согласны Говорите истину в любви А результаты оставьте Господу В вашем супружестве В ваших церквях Во всех взаимоотношениях Нежно, как только можете Говорите истину Иногда я думаю, что я прав, но я могу ошибаться Аминь? Мы все дети И мы все учимся Слава Богу за это Итак, первое, повторюсь Вы были желаны Вы были приняты Вы избраны Вы стали Божьими детьми И вы приняли новое имя Новую идентичность Новую сущность Но если вы знаете себя только по старому имени Вы так и будете отвечать и реакировать Бог может говорить уже доброе к тебе А мы иногда почему-то Счастливы больше слушать дьявола Чем Бога Потому что дьявол называет нас По старому имени Которое нам очень хорошо знакомо Он говорит, ваше имя Стыд Это все Ваша Ветхая Натура Ветхая сущность Это все, где вы падали И ошибались Или он может называть Вы тупица Или вы ужасны Вы некрасивы Или ты просто женщина Или тебя никто не любит И не будет любить никогда И вы слушаете этот голос И вы говорите Ну да, это же мое имя Это же моя сущность Но когда Бог приходит И начинает вам что-то говорить В вашу жизнь Оно может для вас Даже странно звучать изначально Потому что вы никогда Такого не слышали В свой адрес До этого И Иешуа пришел в синагогу И открыл книгу Исаии И он прочитал пророческое слово О Мессии И он пришел и сказал Я пришел исцелять Делать добро Я пришел прощать Я пришел провозгласить Юбилейный год Это звучит чересчур хорошо Чтобы быть правдой А что же о правосудии? Он не пришел творить суд И он закрыл книгу Если вы продолжите читать Там будет говориться о правосудии Но он говорит Сейчас не время творить суд И он закрыл книгу Когда он придет второй раз О тогда это будет день суда А сейчас юбилейный год Божьей благодати Не время суда Он пришел с этим посланием С благой вестью Благая новость в том Что еще не день суда Бог не пришел первый раз Чтобы принести суд Он не судит тебя Он сейчас пришел пока спасти Помиловать тебя И злить Освободить и быть благим к тебе Но вот когда он придет второй раз Тогда вы увидите его суд Но Бог говорит Я богат и милостив Богат милостью Поэтому он медленен на гнев и на суд Почему он не так добр И еще не вернулся второй раз Да потому что он не спешит судить Потому что может кто-то еще один Получит его милость Бог не хочет судить нас Он хочет дать тебе милость Вот что он сказал Не я это вам говорю Это то как он начал свое служение Он говорит вот юбилейный год Год милости Когда долги прощаются Когда нет суда Когда происходит то Чего вы не заслужили Вы заслужили суд Но я не сужу вас Аллилуйя Я заслужил суд Но я его не получил Я получил милость Вот поэтому оно называется Благой вестью Но однажды Он вернется Чтобы судить мир И тогда будет время суда Но сегодня все еще День Божьей милости Поэтому когда мы идем к людям Надо говорить У меня есть добрая новость Бог не злится на тебя Он хочет быть добрым к тебе Он хочет помочь тебе Исцелить Освободить Я ведь милость Понимаете? Вот это добрая новость Многие ходят и распространяют плохие новости Бог злой на тебя И он будет судить тебя А я его инструмент И вот так они это и показывают С любовью Может быть Но я так не думаю Потому что мой пример Христоса Не ты Иешуа отличался Был другим Куда бы он ни шел Он делал злыми фарисеев Он их раздражал Потому что все Кто заслуживали суда Им проявлялась милость И фарисеи рвали волосы на себе Он что Не знает С кем он сел кушать? Он что Слепый? Что неправильного с ним? Это же самые плохие люди В нашем сообществе Почему он не пришел и с нами Не покушал? Мы же хорошие Вот что происходило Подзадумайтесь Бог пришел на землю И в большинстве случаев Не ходил в церковь Есть о чем задуматься Он пришел В этот мир И он не ходил в церковь Вообще-то ему не особо комфортно было С той церковью Он не чувствовал себя комфортным Или подходящим В церкви Им не нравилось Богу Интересная история Задумайтесь Кто может стать так историей? И пошел он к плохим людям И он единственный там святой был Он единственный В ком нет ни одного греха И он пришел к людям С максимальными грехами И он посмотрел на них И сказал Я хочу быть милостивым Я люблю вас Я хочу помочь вам И люди говорили Я готов меняться Я поменялся Я поменялся Теперь я буду хорошим Больше не буду жить неправильной жизни Теперь я знаю Что я могу быть принятым Я никогда не чувствовал Что я заслужил Милость и любовь Но теперь я настолько благодарен Что я готов менять свою жизнь Вот Евангелие Вот благая весть Отцовское Божье сердце Вы принимаете новое имя А потом Бог говорит Я вижу тебя по-другому Я не вижу тебя просто на том месте Где вот ты сейчас находишься Я вижу тебя каким ты можешь стать Ты еще не там Ты еще не там Ты не достиг Я еще не там Но и он видит что-то более хорошее во мне Чем я в себе вижу И вот тут я нахожу самое сложное Для себя И я когда-то делился одной историей И может быть кто-то из вас помнит ее У меня хорошая собака Его зовут Шайло Шайло в Hebrew means It's a prophetic word of the Messiah Actually the first prophecy in the Bible About the Messiah И вообще это пророческое слово о Мессии Это наверное первое пророчество Высвобожденное было о Мессии It says the scepter The ruling scepter Shall not leave Judah's hand Until Shiloh comes The scepter is what the king holds Yeah, I know Scipiter не будет The scepter will not leave Judah's hand Until Shiloh comes Пока Шайло не придет Надо найти Пока примиритель его не придет Вот еврейское слово Это великое пророческое слово Которое можно делиться С еврейским народом Что скипетр Иуды не придет Пока не примиритель не придет Потому что после романса Дисперсировали The Jews Into all the empire Когда Когда Римляны захватили Израиль И все колено перемешались Там уже никто не знал Какого они колено Только До этого они могли сказать Я из колена Иуды Я из Леви Я из другого колена Но после вот римского ужаса Все колено перемешались И Бытие говорит Что Иуда править будет Пока Мессия не придет Шайло Примиритель Шайло Шайло Дословно оно означает Того, кто послал Господь Кого послал Господь Вы можете быть Шайло Вы можете быть этим примирителем Того, кого Бог послал И моя предыдущая собака умерла И я действительно хотел иметь хорошую собаку Если у меня будет хорошая жена И хорошая собака Я могу делать все, что угодно И она все способна И вот эта собака Которую я теперь имею Его зовут Шайло Шикарный пес Вот самый лучший труп Он возле меня целый день Когда я дома Он целый день Он лает Когда только одна причина у него есть Он меня защищает Но он добр к людям И только по причине лает И когда он хочет что-то Он не плачет Он просто садится напротив И смотрит мне прямо в глаза Он просто смотрит в глаза И я знаю, он что-то хочет Мы понимаем друг друга Мы понимаем друг друга Я люблю эту собаку И однажды Бог сказал мне Веришь ли ты, что я люблю тебя Так же сильно, как ты свою собаку? Мне было так стыдно Потому что мне пришлось подумать Мне пришлось задуматься Мы говорим, что мы любим Бога Но мы на самом деле Любим Бога только до такого уровня Которому позволяем Ему Войти в нашу жизнь Делать что-то и переживать Помните, что с Петром произошло? Помните, Иисус задавал ему вопрос Любишь ли ты меня? Да, Господь, ты же знаешь, люблю Он говорит, Петр, любишь ли ты меня? Ну ты же знаешь, что люблю Питер Петр Петр И третий раз он спросил Петра И Петр Опечалился в сердце своем Он говорит, любишь ли ты меня? Это то, что происходит между нами и Богом Мы любим Бога Но мы можем любить Его больше Понимаете? Мы любим Бога Но мы возрастаем любить Его больше Когда Он работает в наших сердцах И это замечательно Ваши взаимоотношения с Отцом Могут стать глубже И величественнее И более особенными Это занимает время Это процесс всей вашей жизни Но это то, Его желание Его цель для нас Его цель завоевать ваше сердце полностью У нас у каждого есть еще какие-то маленькие вещи Которые мы пытаемся удерживать И Он не имеет нашего сердца полностью Это процесс И честно могу признаться Что мне кажется Что полностью наше сердце Он получит Когда мы туда попадем На небо А мы всю свою жизнь До конца Должны возрастать И Бог задал мне вопрос Веришь ли ты, что я люблю тебя Так же сильно, как ты любишь свою собаку И мне было очень стыдно Он не задал вопрос Веришь ли ты, что я люблю тебя Такой великой любовью Вечной Но Он мне задал вопрос Веришь ли ты, что я люблю тебя Так, как ты любишь свою собаку Но я люблю свою собаку полностью Абсолютно Как только могу И я понял, что я звучу печально Я понимаю, что сейчас я выгляжу не таким духовным Как в начале моего учения Вы увидели меня настоящим Мне пришлось задуматься Я сказал, не уверен, Господь Если честно Мне тяжело поверить и принять Что ты вот так полностью меня принимаешь и любишь, Господь Если я буду по-настоящему честен Потому что на самом деле Я думаю о себе Зная себя самого Понимаю Ну, вряд ли я настолько достоин Чтобы вот так страстно Он мог меня любить Я знаю, что Библия это говорит Но для меня принять эту глубину Было очень сложно И это то, как Бог работает Это Его отцовское сердце Он продолжает работать с нашими сердцами таким образом Чтобы мы могли учиться продолжать принимать Его любовь Это не вопрос, что Бог любит вас Это вопрос, насколько ты можешь принять этой любви Правда, интересно? Это было мое откровение Я желал бы знать это 10-20 лет назад А сейчас у меня 60-е, и я только начинаю понимать это Правда, интересно? Как Бог продолжает учить нас Работать в нас С нами И это хорошо Бог, Он благ Бог, Он благ Но для нас принять это и поверить в это Иногда очень сложно Потому что мы сконцентрированы И больше задумаемся Думаем о своих падениях и слабостях И мы на самом деле Чаще всего думаем, что мы не заслуживаем этого Вы не заслуживаете это Но Он избрал это делать, потому что Он любит вас Вы единственный, кого Он имеет И такого подобного нету И вы настолько важен для Него И Он говорит, я хочу, чтобы ты знал, насколько ты важен для меня Насколько я думаю для тебя Насколько я ценю тебя Насколько ты ценен Но если в всех наших взаимоотношениях, кроме Бога, человеческих, мы не видели такого То нам тяжело в это поверить Поэтому на самом деле мы частично выбираем что-то из Библии Только то, что наш разум способен принять Со всем остальным, что написано в Библии Мы соглашаемся, поем песни Говорим, что согласны Но не принимаем это глубоко в сердце И пока это нормально Это должно занять время Позвольте Богу работать в вашей жизни Позвольте Богу любить вас Он хочет вас любить Позвольте Ему любить вас Позвольте Ему любить вас Это может быть некомфортно Кому-нибудь некомфортно, когда вас очень любят, проявляют любовь? Так, еще один пункт, к вам поделюсь Еще в чем человек не очень успешен Мы все теряем Мы ничего не можем сохранить Мужчины Это не Всегда есть исключения, хорошо? Но в большинстве случаев мужчины не видят деталей И когда я пытаюсь что-то в доме найти Я спрашиваю жену, где? Она говорит, третья полка сверху, слева лежит в уголочке И я иду, смотрю Трижды И ничего не вижу И это случается постоянно, снова и снова И она идет Говорит, ну вот же оно И я даже, мне не надо даже просить Я знаю, что она будет права Но я не могу найти, мне нужна она И поэтому мне надо смириться настолько, чтобы пойти и сказать Найди для меня это Есть мужской взгляд, да, как мужчины на что-то смотрят И женский взгляд Я вот сейчас стопроцентный мужчина И искал свои очки, которые за компьютером И вот кто? Женщина И женщина рядом сидящая сказала За компьютером Это история моей жизни всей Простите меня Итак, пятое, вы приняли новое имя и последнее Вы получаете наследство Ефесянам 2 Вы получаете наследство Из-за того, что вас удочерили, усыновили в семью У нас теперь есть наследство И это то, на чем вам надо размышлять Оно вечное Но оно также и для этой жизни Есть ресурсы, доступные для вас Которые были недоступны до этого времени Вы имеете доступ к ресурсам, которые не были доступны вам раньше И это часть вашего наследства Но также часть вашего наследства Это вечная цель, для которой вас создавал Господь В итоге своем мы были созданы для вечности Мы созданы для вечности И в тех же Ефесянах написано, что мы прибудем с ним в век грядущий Да, и в века грядущие Мы будем с ним вечно Даниил писал, что мы будем править и царствовать с Мессией Так что, я над вами буду править, или вы надо мной? Над кем мы будем с вами править? Над теми веками, которые грядут Над поколениями Над, может быть, грядущими поколениями Творениями Бог сотворил нас И Он видит те вещи, которые грядут Которые мы не видим и не знаем Он дал вам новую идентичность, новую личность Но вы видите себя очень маленьким Но, может быть, в один день вы будете править над какой-нибудь планетой Может быть, вы будете учить новую группу людей, сотворенную Богом, которых раньше не было, как жить правильную жизнь Но, видишь, когда Бог сотворил человека, Он дал ему цель и предназначение для этой жизни Он поставил ее с целью Мы отличались от ангелов Мы были созданы по образу и подобию Божьему Править и царствовать с Ним Это наше самое высокое место Поэтому искупленность, полученная через Его кровь в один день, позволит этому произойти И часть исполнца нашей судьбе Ишуа говорил, что человек верный над малым будет над многим поставлен Помните, говорилось над правлением над городами? О чем это? Все вот эти маленькие намеки, маленькие вещи в Библии говорят о том, что что-то грядет, большее будущее Что будет новое небо и новая земля И новое творение И когда это случится, для тебя и меня будет цель А эта жизнь сейчас всего лишь подготовка И вопрос не то, что ты получишь от этой жизни Это быть верным с тем, что ты имеешь Так Бог смотрит на них Вы можете жаловаться и говорить О, ну в этой жизни у меня так немножечко есть Вопрос, что ты с этим делаешь Если ты верен в этом Бог говорит, ты будешь иметь больше Получишь больше И жизнь, она не честная То, как мы на нее смотрим Как мы представляем, она должна быть Мы видим, как неправедные правят А праведные не так хорошо выглядят И мы говорим, это неправильно, это не честно А Бог говорит, у тебя нет даже идей Ты даже не представляешь, что произойдет Это время от Адама до возвращения второго Иешуа для Бога Это одно мгновение По сравнению с вечностью Все это Каждая жизнь, прожившая от Адама до второго прихода Иешуа Она мгновение для Бога Даже для моей жизни, я 60 лет И я говорю, что это так быстро Даже для моей жизни, 60 лет Она быстро протекла Но это не все, что есть Вам было дано наследие Аллилуйя Итак, возвращаемся с самого начала Мы были желанны То бишь, нас усыновили, удочерили Это отличается от рождения в семье Он ходил, искал И выбрал тебя Вот это усыновление, удочерение И помните, Иешуа ходил по этой земле И искал, смотрел на людей Говорит, о, я хочу тебя Не ты ходил, искал его Он тебя искал, чтобы удочерить и усыновить Второе, ты принят Таким, какой ты есть на сегодняшний день Со всеми твоими падениями, проблемами ты принят Не из-за того, что ты делал или не делал А из-за того, что Он сделал Нет, никогда в один день, когда я сделаю все правильно, я буду принятым Ты принят уже Третий пункт Ты избран Для тебя есть цель Четвертое, ты стал Божьим детем И мы любим наших детей Я смотрел на фотографии, которые Валентин показывал Своей дочке И он показывал фотографии И вот просто, вот посмотрите И у него красивая девочка Мы любим наших детей И внуков тоже очень любим Поэтому, когда Бог видит вас, смотрит на вас Он говорит, я хочу любить тебя Я хочу наслаждаться тобой Я хочу радоваться тебе Как я уже вчера говорил, что Иисус пришел и сказал Я больше не называю вас рабами Но называю вас друзьями моими Мы должны расти и вырасти духовно гораздо дальше и больше Чтобы перестать быть Его только рабами, но стать Его друзьями Это произошло со мной, вот с тем лидером, с Джоном Доусоном Он тоже один из самых уважаемых лидеров по миру Огромные служения, великие служения приезжают к Нему за советом и спрашивают, что нам делать Мировые деноминации, огромные церкви Они приезжают к Нему за советом и спрашивают, что делать И Он дает им советы, консультирует Консультирует их У меня нет такого дара, никто ко мне не приезжает за советом И это нормально Я бы нашел это ужасающим У меня бы это пугало Я бы сказал, не знаю я, что вам делать Молитесь больше Молитесь и слушайтесь Но меня не спрашивайте, что делать Я не знаю Это истина, это правда У меня есть мудрость и благодать работать с людьми, с общинами Я могу это делать Я в принципе думаю, что я очень-таки хороший И президент Фиджи хотел встретиться с нами Мы поехали в Англию и члены королевской семьи хотели с нами встретиться Это правда Если я бы один пошел, никто бы со мной не хотел встретиться Только из-за него хотел встретиться И этого для меня достаточно Для меня нормальные люди, как вы, достаточно И я всегда чувствовал, что я как слуга для Джона И я думал для себя, что это огромная честь для меня Просто помогать ему, чем я могу Но прошли годы, и я стал его другом Потому что он также хотел, чтобы я стал его другом И я всегда удивлялся Ты проводишь время с такими влиятельными людьми С президентами, с такими служителями Почему ты хочешь иметь дружбу со мной? Мне было очень некомфортно Честно Это смущало меня Но потом, шаг за шагом, я потихоньку принял его дружбу Я просто понял, что я не такой, как он Он не такой великий И я не говорю это просто из-за лжескромности Это просто правда, я не такой Таким образом Бог с вами работает Он так много, таких более глубоких хочет отношений с вами Что вы их даже не понимаете И вы можете думать О, меня это пугает Я могу, Господь, от тебя вот столечко дружбы принять Или быть слугой тебе И этого для меня достаточно А он говорит, нет Я по-настоящему хочу дружить с тобой Авраам, отец всех народов, отец евреев Был другом Божиим Иешуа пришел и сказал Я не называю вас больше слугами Но я называю вас друзьями И когда мы можем дойти до того места Когда наше сердце полностью открыто И больше мы не боимся Тогда мы можем принимать его дружбу И это замечательно И это вечное переживание И следующее, что могу сказать Он делает нас детьми Он дает нам новое имя Он дает нам наследство И помните, в Откровении написано, что Иешуа говорит На челахи их пишу им новое имя И, может, вы слышали это неоднократно Когда я пойду на небеса Я перестану быть Яном Денхардером Но я получу новое имя Вы получите новое имя И ваше новое имя будет Тот, кто вы есть на самом деле Ваше новое имя Будет то, кем вы являетесь на самом деле Оно будет одно И все небо, все земля Все будут едины Будет одно Одно новое И ваше имя Оно будет описывать Кто вы являетесь на самом деле Кем И потом все увидят Вот мы только видим А сейчас мы видим отчасти Аллилуйя Аллилуйя Замечательно И all of us Will look at each other And we'll say Now I know who you really are Когда мы увидим там друг друга И мы скажем О, читая наше имя Теперь я знаю, кто ты Теперь я в полноте могу видеть, кто ты И я думаю, что на небесах мы влюбимся друг в друга Даже больше, чем мы знаем здесь друг друга на земле Давайте помолим Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok